Северная Корея провела очередной испытательный запуск баллистической ракеты. В Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что снаряд пролетел более 900 километров. Сообщается, что она упала в исключительно экономической зоне Японии. Напомним, накануне Южная Корея и США договорились усилить давление на Пхеньян из-за его ядерной программы. В ближайшее время Вашингтон попробует договориться с Китаем об аналогичных действиях в отношении Пхеньяна. Программа развития ООН объявила конкурс на получение грантов для переселенцев из Луганской и Донецкой областей, а также жителей подконтрольных Украине районов региона для развития малого бизнеса. Средства будут предоставляться на открытие, восстановление или расширение предпринимательской деятельности. Основная цель ООН – улучшить условия жизни переселенцев и местного населения путем поддержки предпринимательской деятельности и малого бизнеса. Бизнес-планы должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу получения прибыли и иметь реалистичные рыночные показатели. Они также должны предусматривать создание условий для самозанятости и или создание дополнительных рабочих мест, в том числе для членов семей. Максимальный размер гранта – 250 тысяч гривен. Его смогут получить те, кто создаст не менее четырех рабочих мест. На 50 тысяч меньше получат те предприниматели, у которых будет три наемных работника и 150 тысяч для малого бизнеса с привлечением двух работников. Также одним из условий получения гранта является то, что автор проекта должен внести в его реализацию не менее четверти стоимости от указанной в бизнес-плане. Это может быть как вклад в денежной форме, так и в виде бесплатного труда, предоставления оборудования, помещения и другое. В конкурсе на получение гранта могут принимать участие исключительно физические лица, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц и проживающие в подконтрольных правительствах Украины, районах Луганской и Донецкой областей, а также местные жители этих регионов. С августа в Украину можно будет ввозить поддержанные авто, изготовленные в Канаде с нулевой таможенной ставкой. Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров Олег Назаренко. Он добавил, что пошлина на новые автомобили, произведенные в Канаде, составит 7%. Также Назаренко отметил, что речь идет о шести концернах, которые собирают автомобили в этой североамериканской стране. Знаменитости местного и мирового уровня снова приехали в чешские Карловы Вары. Здесь проходит 52-й международный кинофестиваль. В конкурсной программе 170 художественных и документальных фильмов. Показы начались 1 и завершатся 8 июля. После этого объявят победителей. Жюри возглавила немецкая актриса и сценарист Анна Брюггеман. В день открытия фестиваль по стилю почетные гости из США Ума Турман и Кейси Аффлек. Им вручили специальные премии президента киноконкурса. Аффлек привез в Чехию свой новый фильм «История призрака». В нем он сыграл главную роль вместе с Руни Марой. «Я впервые посетил кинофестиваль 20 лет назад. Такие мероприятия очень приятно посещать из-за людей и атмосферы. И здесь наслаждаются фильмами и актёрами. То есть это торжество кинематографов в чистом виде». Турман показала зрителям культовую картину «Убить Билла». «Я уже давно слышала об этом фестивале. Он очень и очень знаменит в международном масштабе. Я также слышала, что это очень красивый город. Да и в целом международные кинофестивали очень важны в культурном плане для всех нас. Особенно в наше время, когда люди разучились друг друга слышать. Поэтому очень важно поддерживать обмен фильмами и культуру». Кинофестиваль в Коралловых Варах был основан в 1946 году. Он считается одними из самых престижных в своем роде в мире, а также самым влиятельным в Восточной и Центральной Европе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова